Привет! Если ты замечаешь, что снова и снова сталкиваешься с одними и теми же проблемами в жизни, в финансах, личных отношениях или карьере, возможно, причина в том, что ты находишься в так называемой детской позиции. И это не твоя вина или недостаточность твоих усилий. Это не потому, что ты делаешь что-то не так. Часто это связано с неосознанными программами в твоем подсознании, которые были заложены еще в детстве через отношения с родителями. Независимо от того, живы твои родители или нет, общаешься ты с ними сейчас или нет, когда-то в детстве они были людьми, которые оказали на тебя очень большое влияние. И произошло это в том возрасте, когда ты еще не мог критически оценивать то, что тебе говорят. И все это записывалось прямо в подсознание. И у большинства из нас, к сожалению, родители не говорили нам, ты хороший, ты великий, ты достоин самого лучшего. Мы благословляем тебя на исполнение твоих желаний, потому что они ведут к твоему предназначению. Потому что ты исполняешь таким образом твою великую миссию. И ты когда-нибудь прославишь наш род и принесешь много пользы людям и миру. Вместо этого они, как правило, говорили что-то вроде «Сиди тихо, делай, что тебе сказано, слушайся старших, горе ты мое, одни проблемы с тобой. Вот у тети Маши сын как сын, а у меня непонятно что. Что хочешь, то и делаешь». Ну это вообще ужасно, конечно. Бестолочь, вырастешь алкоголиком, проституткой, кончишь под забором. Вообще проклинаю тот день, когда мне пришла в голову идея тебя родить. В общем, это можно резюмировать как такой общий посыл. Ты плохой или ты плохая. Родителям это было удобно для того, чтобы контролировать тебя. Ну кроме того, у них были свои проблемы. Может они вообще не хотели ребенка. Может это получилось у них случайно и принесло им одни сложности. Да мало ли какие у них были причины. Но у тебя это прочно записалось, как программа. Я плохой, я плохая. Я не достоин чего-то хорошего. Я виноват уж тем, что появился на свет. Я достоин наказания. И главное, мои собственные желания и мнения не важны. Я должен слушаться окружающих, стараться им угодить. И если я буду хорошо себя вести, мне дадут еду. И может быть даже порцию любви и внимания. Вот так ты и живешь, покупая любовь за хорошие поступки. Исполняя чьи-то желания и подавляя свои собственные. И рассчитывая на кого-то другого, кто о тебе позаботится. Это и называется детской позицией. Когда мы находимся в позиции ребенка, мы не можем эффективно решать взрослые вопросы. Мы зависимы от мнения других. Не способны взять ответственность на себя. И ждем, что кто-то поможет, пожалеет или примет важные решения за нас. Ребенок не может контролировать обстоятельства. У ребенка нет финансовой независимости. Нет силы принимать важные решения. И он не может на равных общаться с другими взрослыми. А самое главное, у ребенка не может быть ответственности за свою жизнь. Поэтому он чувствует, что ему постоянно чего-то не хватает. И ждет от других людей помощи, оценки и признания. Если ты чувствуешь, что это про тебя, не волнуйся. Гипнотерапия – это мощный инструмент, который поможет тебе выйти из этого состояния и прочно занять позицию взрослого человека. Я разработал трехшаговую систему, которая помогает моим клиентам осуществить этот переход. Шаг первый – это освобождение от обиды на родителей или других взрослых, которые исполняли роль родителей. Очень часто именно наши первые отношения с родителями формируют основу нашего восприятия себя и мира. Мы обычно даже не помним эти ранние опыты, но они глубоко запечатлены в нашем подсознании. В процессе гипнотерапии мы идем вглубь этих ранних переживаний, очищаем их, перезаписываем и находим возможность простить наших родителей, отпуская груз прошлого. При этом очень важно, что прощение – это не о том, чтобы оправдывать их поведение, а о том, чтобы освободить себя от влияния этого поведения сегодня. Ведь пока ты держишь в себе обиду, ты остаешься в позиции ребенка. Шаг второй – это принятие полной ответственности за свою жизнь. Взрослый человек понимает, что никто ничего ему не должен. Никто не обязан спасать тебя или обеспечивать твою безопасность, кроме тебя самого. Мы убираем иллюзию контроля, который внешние обстоятельства или другие люди якобы имеют над твоей жизнью. Ты приходишь к глубокому пониманию того, что все, что с тобой происходит – это твоя и только твоя ответственность. В процессе взросления мы должны осознать, что все решения в наших руках. Нам не нужно ожидать одобрения от других, зарабатывать хорошие оценки. Оценивать себя ты будешь только сам. Это ключевой момент на пути к взрослой позиции. И, наконец, третий шаг – это вопрос, достоин я или нет, и кто должен меня оценивать. Очень часто внутри нас скрывается чувство, что мы недостойны хорошей жизни, успеха или радости. Это ощущение «я плохой», «я плохая» может очень прочно сидеть в подсознании. Если внутри живет установка, что ты не заслуживаешь ничего хорошего, то все внешние изменения и попытки никогда не принесут желаемого результата. В процессе гипнотерапии мы прорабатываем эти негативные установки для того, чтобы ты смог принять свое право на радость, успех и удовлетворение. Взрослый человек не извиняется за свое существование. Он живет по своим законам и правилам, наслаждаясь жизнью и самооценивая свои успехи. Только тогда он может не просто быть счастливым сам, но и принести пользу окружающим. Этот трехшаговый путь – освобождение от обиды, добровольное принятие контроля и осознание, что «я достоин», независимо от оценок других, помогает избавиться от старых детских программ, которые мешают тебе жить полноценной жизнью. Гипнотерапия – это не просто разговоры, это мощный инструмент трансформации. В работе со мной ты сможешь очистить свое подсознание от старых блоков и обрести настоящую внутреннюю свободу. Ты готов выйти из детской позиции и стать взрослым, который контролирует свою жизнь сам? Тогда я помогу тебе найти этот путь. Запишись ко мне на консультацию и давай начнем этот процесс вместе.